Ассаламу алейкум, дорогие друзья! В эфире передача «За кулисами». И у нас сегодня в гостях замечательный человек, заслуженный артист России, лауреат международных конкурсов, художественный рукодель балета Дагестанского государственного театра оперы и балета Муса Хасботович Аздоев. Муса Хасботович, ассаламу алейкум! Валейкум салам! Мы рады вас видеть у нас здесь на канале, на ННТ. Как вы добрались? Трудно ли вас было сегодня искать? Нет, очень легко. Какие новости у вас сегодня в театре? Ну, в театре, когда сезон начинается, это все изначально, нужно войти в начале формы. Перед отпуском уже задачи ставятся для любого коллектива театрального, так и для нашего театра. Мы начинаем с премьеры оперета «Сильва». Муса Хасботович, скажите, пожалуйста, а вот сезон у вас начался или нет еще? После отпуска мы вышли 4-го числа. Вышли уже? Да, уже с понедельника наш сезон начался. Так, теперь сезон, какой у нас сезон по шоту? У нас скоро юбилей же будет, 20 лет театров. 20 лет театров. Да, в 98-м же театр зачатие было, так скажем. 20-летие театра. Сложное зачатие. А с чего вы отмечаетесь сезон? Вот я сказал, сезон у нас с открытия оперета «Сильва», но там тоже принимает участие балет тоже. Это в основном оперный состав у нас будет. В дальнейшем у нас будут премьеры «Рапсодии любви» на музыку Гусейнова. Потом еще будет одноактный спектакль на музыку Чалаева. Это все балетные. Все же на Чалаеве, да? Потом в программе у нас, насколько это реализуемо в этом сезоне, время покажет. В программе у нас балетное шоу «С любимыми не расставайтесь, раз». Второе – кавказское шоу «Кавказ» называем. Это будут «Кавказские станции народов». В стиле нашего театра, так скажем, немного. Чтобы мы не повторялись за другими хореографами, мы делаем это по-своему. Это второе. Потом у нас будет в программе по возможности, если возможности будет, у нас Чарли возвращается. Это как бы продолжение. Чарли – великий маг у нас шоу-балет. Это мы хотим... Разрушили. Да, Чарли возвращается, да, тоже на основе его жизни. И там же будут такие стильные танцы. И если с любимыми не расставайтесь, это сугубо на русскоязычная программа будет. То есть песни о России. Народные песни, да. Да, народные песни, там и народные, там и песни сегодняшнего дня. Допустим, того же Фадеева, Наргиз, там Пелагеи и так далее. И песни с 70-х годов, очень популярные. Классики. Классики теперь уже эстрады. Вот это с любимыми не расставайтесь. Чарли возвращается. Это вторая программа. Третий, я сказал, Кавказ. И еще будут хореографические миниатюры сугубо на классическую музыку. Они уже у вас в репертуаре. Нет, они не в репертуаре. Это ожидаются премьеры. 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 Это все будет новое. То есть у нас шесть программ, если исходить рапсодии любви, Шервани, Мариан, потом и четыре шоу-программы. Вот такие. Нет, три шоу-программы будут. С любимыми не расставайтесь. Чарли возвращается Кавказ. И третья, хореографические миниатюры сугубо на классическую музыку. Там Вивальди, Чайковский, Бах и так далее. Скажите, пожалуйста, когда наш народ, зрители Дагестана, мы можем прийти и смотреть спектакль? Может быть, мы знали числа приблизительно хотя бы в октябре, сентябре или в ноябре, или мы не знаем. Вот вы можете объяснить, когда, какая передача? То есть, прошу-прошу, не передача, а спектакль. Нет, вот если по плану пойдет, в конце месяца, сентября, будет премьера оперета «Сильва». Конец сентября. Да, конец сентября. Это уже, там уже афиша, и в интернете будут вот по... Замечательные, замечательные. Вот сайты театра оперы, Даг театра оперы балета. Там все это уже расписано. А в октябре у нас будет хачбар, у нас будет опера. И балет «Имам Шамиль». Также в конце будет, если не ошибаюсь, «Шарвили» в дальнейшем и так далее, опера. Так что спектакли у нас уже... Муса Хасботович, скажите, пожалуйста, вот вы в Дагестане, в нашем театре, вот оперы балета, сколько лет вы работаете? Если считать официально по контракту, я с 2006 года. С 2006 года? Да, 2006 года, да. Уже пошел 12 сезон, так скажем, если с января контракт и так далее. 11 лет точно. И до этого меня приглашали на 80-летие великого поэстера. Расулла. Расулла Гамзатова. Я ставил спектакль «Горянка». И по его произведениям в Лакском театре оперы балета в том же году я ставил «Колесо жизни». Так что в один год мне повезло на его поэзию поставить несколько спектаклей. Замечательно, замечательно. Я считаю, что это редкое явление для хореографа. Чтобы знали наши зрители, где вы родились. Родился я, как и были такие времена в Ингушетии, когда ссылка была. То есть 55-й год, это в Казахстане. Потом мы приехали в Ингушетию, потом нас в детском возрасте в 11 лет послали в Москву учиться. Думали, что в Чеченном Ингушетии будет музыкальный театр. Но он так и не состоялся тогда. И мы разбрелись. Я уехал в Кишинев, оттуда вот так. И пошли мои творческие пути в Кишинев. Потом меня пригласили в Баку. Потом в Владикавказ. Потом в Москве ГИТИС закончил. И вот все это. В итоге я нахожусь. Потом я период был, когда я в Министерстве культуры в Ингушете работал министром. Потом я приехал сюда. А по профессии вы уже хорритов даже? Первая профессия – артист балета. Вторая профессия – хореограф. Вам нравится ли ваша работа? Ну, если бы не нравилась, я до сих пор не находился бы в ней. Вы душой болеете за вашу работу? Я считаю, что любой творческий человек, если он себя считает творческим, он должен душой болеть, а не находиться в ней. И еще и заразить. Да, конечно, и заразить. Если не заражать, так ничего не рождается, не возрождается. Вот здесь, в Дагестане, балет появился. Он же не был такой. Конечно. Приходи, у нас есть балет. Мне сказали, приходи и создавай. И мы создали в сотворчестве. Если бы сами исполнители не захотели бы, этого не получилось бы при всем моем большом, неимоверном желании. То есть мы все были заражены. И тот период был какой-то романтический. Когда я приехал, в середину нулевых годов, романтика присутствовала. И все хотели, там мизерные деньги получали. Я помню, 800-900 рублей тогда в месяц получали ребята. Но они все из себя лезли. Сквозь показали, доказали. А как к вам относились тогда, когда вы приехали в 2006 году, доказанский народ, как к вам относился? Нет, ко мне вообще изначально очень хорошо отнеслись в 2003 году, когда я Горянку поставил. И вот с этого это пошло, раз я себя там проявил после премьеры. Не побоюсь сейчас сказать этого слова, что Расул Гамзатов на банкете сказал, что ему этот спектакль нравится больше, чем который был поставлен в Ленинграде. Почему? Потому что он сказал так. Это наш горский, кавказский спектакль здесь. А там был рафинад. То есть там был более стиль в европейском поставленном. Классика Европы, да? Да, классика там. Все в трико и так далее, так далее. Тут родной. Да, тут родной. Здесь мы больше шли от нашей ментальности. От себя шли. То есть здесь в этом спектакле была наша ментальность. А там была европейская ментальность. А вы как думаете, как худру, как человек, как дагестанец и как кавказец, как ингуш? Скажи, пожалуйста, между нашими народами разница какая? Разница в чем? Между дагестанскими народами и между ингушами? Есть ли разница? Разница-то всегда, даже между двумя братьями бывает. Но она не настолько расхожая, понимаете? Ментальности мы очень близки друг к другу. Просто в частностях мы расходимся, да? И даже если относиться... Вот мне говорили, вот классический балет непривычен для Кавказа и так далее. Я согласен с этим. Я даже так сказал. Вот поэтому, да. Если, например, в Бразилии трудно привить хоккей, а футбол на высшем уровне. На высшем уровне. А у нас хоккей в России, допустим, на высшем уровне, да? Так зачем прививать классический балет здесь, когда можно современный балет прививать? Где костюмы одеваются, где рубашки, где пиджаки, где это все можно... То есть по ментальности нам современной ближе. А классику мы можем с удовольствием по телевизору посмотреть. Или они будут к нам приезжать. То есть нужно гастрольный процесс сделать. Мы будем свое везти туда, а не свое к нам. Вот это было бы самое, по-моему, реально и восхитительное. Почему я задал этот вопрос? Потому что мы народ близкий и по культуре, и по духу. Ну, горская культура еще... Вот, у нас горская, своя кавказская культура, у нас своя кухня. И тем более вам близка и дагестанская кухня. Потому что мы родились, мы кавказцы, мы сами себя понимаем. Мы Европу и европейцы, нас они не поймут. Они нас не поймут, потому что они от своих традиций уже далеко ушли. Вот, именно, они отошли от нас. А мы до сих пор в культуре. У нас своя культура, искусство, история своя. Мы хотим находиться в своих традициях, но даже сегодняшнее некоторое веяние тоже говорит о том, что мы тоже немного отдаляемся. Хотя на базе наших традиций нужно развивать. Именно. А вот то, что сегодня в театре, если вернемся к наш театр оперы и балета, сколько человек в трупе на сегодняшний день у вас? Я буду о балете только говорить. В балете у нас исполнителей 40 человек. 40 человек. Хотя у нас мы можем довести их до 48. То есть штатные возможности у нас до 48. Но у нас всегда то поднимается графа, то понижается графа. За чего? Это проблема, наверное, позитивная для рождаемости Дагестана. А может быть, трудности с жильем? Нет, у нас же не приглашенные артистки и артисты балета, да? У нас все свои тогда. Жилье как бы обеспечено, да? Они замуж выходят, они рожают, они в декрете находятся. Это уже да. Я же говорю, это позитив для рождаемости Дагестана, да? Мы ничего против не имеем. Это естество, это такова жизнь. А проблемы для меня, как для руководителя, для спектакля, да? Вот в этом немного. Но мы уже привыкли к этому. И поэтому заранее готовим в колледже культуры и искусств, который прекрасно в этом отношении сейчас с нами дружит, да? Мы как бы... Они и для оперы готовят, они и для оркестры готовят, и для балета. Я бы сказал бы, что на сегодняшний день колледж культуры и искусств на хорошем должном уровне находится. И, соответственно, как и руководство этого училища, да? А кроме колледжа культуры, от нашего Дагестанского университета актерской, вам приходят люди? Нет, нам актерская это не нужно. Нам-то пластические артисты нужны, которые в пластике хорошо двигаются, да? А там приходят с коллективов национальных студий, да, танца некоторые, да? Так, скажем, частично, единичные, да? В этом плане мы с ансамблем Дагестан хорошо сотрудничаем. Ихни у нас участвуют, наши у них участвуют. А за пределы республики где с вашим показом вы ездили? Вот прочитывший сезон, я скажу, он для балетов особенностей и для нашего театра тоже очень позитивный год был. Почему? Потому что мы впервые выехали на гастроли, нас позвали. Балетная труппа выехала на Урал. Так за 20 лет? Да, за 20 лет гастроли именно. Не частично поехать, да? Вот мы до этого ездили в Ингушетии, там участвовали где-то на декадах дагестанского искусства. Ингушетия нас опять приглашала на декаду своей республики туда. То есть мы принимали участие от Дагестана, да, и представляли нас как дагестанский театр оперы-балеты от них тоже. Но это частично, понимаете? А тут мы выехали с спектаклем и по городам проехались, по Южному Уралу. Конечно. Вот это уже, и коллектив это чувствует, понимаете? Это первая гастроль, это первая гастроль не только балета, а всего театра. Всего театра, да. Да, потому что, чтобы ездить, как, вот я скажу, вот, когда Сулейман Керимов взял клуб Анджи и решил его сделать, и он же сделал. Сделал подъезд, да, на самом деле. А почему сделал? Деньги. Да, конечно. На мировой уровень поднял. Да, почти поднял, да. А если культура, я не только про наш театр говорю, но и другие театры, нужно исходить из того, что и артисты мало получают, и субсидируют театры очень мизерно. Если, например, вот московские театры, вот такие, как театр Райкина, вот другие театры, сезде театральных деятелей жаловались, Райкин жаловался, что так мало им дают. А за год он получил 400 с лишним миллионов рублей. Да, это для них мало. А мне стыдно сказать, сколько наш театр оперы и балета на Райзовите получает. Я поэтому и не буду говорить. Просто это такие цифры даже, вот, настолько смешные. Поэтому, чтобы, вот, понятие, театр должен сам зарабатывать, я не знаю, какой театр сам зарабатывать. Если, допустим, московские театры получают субсидию, да, а там, казалось бы, постоянные аншлаги, у них билеты за тысячу рублей, там, и так далее, и так далее. Они и то получают субсидию. Вы меня извините, как могут наши театры зарабатывать? Вы должны наоборот. Не оплачивать, и плюс сами должны еще зарабатывать. Да, да. Мы должны, наоборот, мы просветительские все театры, раз, поднимать уровень культуры республики, два, и не только республики, а каждого народа. Воспитание, воспитание. Воспитание же у нас должно быть, да. Мы же не будем в стиле Серебренникова ставить спектакли. Это оторванность от традиции, от национальной культуры и так далее, и так далее. Я просто не буду про таких говорить. Мы-то исходим от наших традиций, от нашей семьи, от личностей, которые хотят что-то делать, отдаться творчеству и так далее. А если мы, нам порой могут сказать, что Ван Гог там, или кто-то еще ухо себе отрезал, там он голодал от творчества. Послушайте, это единицы голодали, согласен, да. Это было то время, когда там тоже культуру не понимали. А сейчас посмотрите на Западе, когда воспринимается культура, как они зарабатывают, как им помогают, и на какой уровень поднимаются даже трупы маленьких городов. Я не говорю о таких, как Париж и так далее. Точно так же, когда помогают и наши театры, вон, посмотрите, большой-большой, но в него сколько вложили и вкладывают, понимаете? А мы не можем в театре там приличный свет сделать, там декорации себе. Вот я в последнее время начал в спектакле ставить кабинетный вариант, да, то есть на фоне черном, и приходится вот изощряться, вот что-то такое придумывать, да. Когда от Министерства культуры, когда от Республики нет финансов, на самом деле режиссеру или хореографу очень трудно выбрать ту материал, который можно показать народу. Во-первых, нужны и костюмы, вы на самом деле правы, а я как режиссер это все знаю. Нужны нам костюмы первым долгом, нам нужны декорации, нам нужны материалы, чтобы подготовили. Если мы берем спектакль, пьеса зарубежная, мы его должны перевод перевести на свой родной язык, или если мы ставим на сцене, то мы обязаны с английского на русский, с русского, наверное, на родные, поймите, все... Мы еще и авторские должны платить, авторские отчисления делать должны, да. Это, да, авторские права. Все это, это же все копейку. И получается, что вы пихаете культуру в угол, пихаете угол, и потом говорят, покажите, что показать? Чтобы зрителей заманить театр, а особенно такой театр, как театр оперы и балета, нужно постоянно выдавать на гора что-то новое, понимаете? И при том, чтобы молодежь везти к нам, нужно с ними тоже на их немецке разговаривать, да. Понимаете? Поэтому, если я говорю с любимыми, не расставайтесь, я беру музыку сегодняшнего дня и 70-х годов, так я исхожу и от старшего поколения, и от молодого. Ну, допустим, поет Наргиз песню, да, поет Фадеев, Наргиз поет, Апилагеев поет, современные песни мы берем, да. Чтобы это сопряжено было, чтобы разные поколения к нам ходили. Заметь и видели, да. Да, чтобы к нам ходили они, да, чтобы они раз пошли, потом еще раз пошли. Для этого мы выдавать должны. А зрителю тоже хочется, чтобы на сцене было зрелищно тоже. Мы же не будем постоянно в одних и тех костюмах выходить, да. Минимализм, он хорош, когда изредка ты его показываешь, да. Но не постоянностью должно быть минимализм. Минимализм в зарплате, минимализм в оформлении сцены, оформлении в костюмах, и все. Сахас Бодович, скажите, пожалуйста, а вот в данное время Дагестанского театра при Болитах вы находитесь в здании Русского театра? Да, в здании Русского театра мы находитесь. Так, так у нас нет даже отдельных зданий для театра? Отдельных зданий нет, ну, я не буду сейчас, все по-разному говорят, но у меня была информация, что в свое время вот это здание, так сегодня здание Русского театра, оно строилось для музыкального театра в свое время, в 80-х годах, да. Но потом-то музыкальный театр не получилось и так далее. Свято-пусть, места не бывает, да. Поэтому, если сегодня говорить о многом, это же в комплексе нужно делать. В этом театре не только с русской труппой мы находимся, там и Лакская труппа. Мы втроем там находимся, и, конечно, проблемы возникают, с гримерками возникают, и так далее, и так далее. Это соображено со многими. Раньше и Лизгинка тоже там была, я помню. Да, период был, говорят, там и Лизгинка. Ну, сейчас, слава богу, у Лизгинки своя площадка, ну, и им будут к юбилею ихнему отдельное уже строить, да. А почему тогда не Лакскому театру? Почему тогда не театр оперы, балеты? Ну, вот, смертно... Зрители знают, пускай приходят. Дворец культуры Рыбникова, или как он сейчас называется, я не знаю, но там же предусмотрено, и там что-то сделано, фундамент для театра оперы, балета. Не знаю я, когда это будет вознесено вверх. Дагестан называется, дворец культуры Дагестана, нет? Так, да? Наверное, на месте Дома культуры Рыбникова, там, Тагестан, ансамбль находится в этом здании, да. А рядом за ними фундамент стоит для театра оперы балета, или для какого-то другого театра, не знаю. Там нужно, как я думаю, надо ставить памятники, полерыны, чтобы они заметили, что надо когда-то закончить. Это же годами. Вот это же проблема и касается и Даргинского театра. Вот в Дагестане, вот по поводу театра, на самом деле, ноль внимания. Это я заметил. Пусть на меня руководство Дагестана не обижается на это, потому что факт надо говорить, факт налицо. Сегодня в плащевом состоянии находится Даргинский театр. Уже 10 лет они находятся в аварийном состоянии. Лакский театр, нет здания до сих пор. Это театр перед балетом. Если бы уделить частичку внимания руководства к этим театрам, тем более, это государственный уровень. Воспитывает театр наш народ, наши поколения мы воспитываем. И тем более, сколько каждый год мы выдаем премьеры. Хотя мы не будем сравнить с московскими, где бюджеты у них на миллионы, а тут у нас 200 тысяч на 4 спектакля. Это я, как работал в театре, я знаю. На каждый показ 50 тысяч. На 50 тысяч, дорогие мои, что будем делать? Оплачен режиссер оплаты? Или за костюм, или за музыку? За декоратив, за что? Поэтому я говорю, это стиль минимализма. Мы выходим из положения. Или на подборах примеры выпускаем, или выходим из положения, исходя от возможностей театра, любого театра. Такова жизнь у нас сегодня. Было бы хорошо, конечно, если бы пересмотрели эту политику по культуре именно в сторону позитива. Чтобы мы могли... Жир, мы и так не будем беситься, если нам даже добавить. Хотя бы, чтобы возможности были приукрасить спектакли, которые выходят. Чтобы свежий спектакль, чтобы он и был свежим. Чтобы она была свежей, с радостью, чтобы показан была. И зритель, чтобы удовольствие получил. Не сразу говорят, это оформление и костюмы полспектакля. Конечно, реально, да. И свет, свет. Просто завидуешь, когда даже в Москву поедешь, любой театр, я не беру большой там и так далее, любой театр, зайдешь, там свет просто бесподобный. Богатый свет. Богатый свет, да. Вот все это. Театр-то реколиктировал. Я это знаю хорошо. Я с вами в одном согласен, что нужно очень внимательно отнестись к театру. А театр это и есть воспитатель культуры всей общественности и республики. И чтобы свет шел из театра, нужно, чтобы зарплаты позитивные были у артистов. Это за... Да, чтобы энергетика... Чтобы отдача была. Да, отдача, чтобы была. Чтобы он или она не беспокоились. Вот у меня ребенок, как в школу его бы одеть. Откуда эти деньги и так далее. Если он получает 10-12 тысяч, ну, 15 тысяч. Вот сейчас даже по Москве объявили среднее, чтобы ребенка в школу отвезти, это 16 тысяч среднее по России. Среднее. Понимаете? И что остается? Ему в школу всю зарплату отдай, полторы зарплаты отдай и голодай. Поэтому... Мы же творческие люди. И нужно, нужно. Мусор Хазботович, а работа в наших театрах, сколько у вас постановок, как хореограф? Вот я скажу, вот когда я подсчитал, если исходить сугубо балетных спектаклей, у меня уже 11 спектаклей балетных. Одиннадцать. Если исходить... Еще то, что я в Лакском театре поставил, спектакли. Там я 5 спектаклей поставил. 5 спектаклей в Лакском? Да, в Лакском, да. Как режиссер. Замечательно. Тире хореограф, да. Потом я же участвовал в Лакском как хореограф в их спектаклях. И в Баварском театре в двух спектаклях как хореограф участвовал. То есть, если так посчитать, я посчитал 27 спектаклей в республике. И больше 80 номеров концертных. Концертных? Да. Которые во всех юбилейных. Да, да, юбилейных у нас, театр и так далее, и так далее, да. Даже если взять вот те сейчас 4 шоу-программы, которые как бы я обрисовал, да, там я посчитал, и я дилю дался больше 50 номеров. А в Дербин, юбилей Дербин участвовали театр? Да, 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 да. Мы же 2000-летие, да, и 5000-летие поселению, так же оно называется? Да, да, 5000-летие поселению, да. Там мы приняли, наш театр участвовал в Гончарах, и наш театр и колледж культуры совместно мы большой вальс с Хачатуряной сделали. Молодцы, молодцы. А участие в Сочи 14-годовый тоже принимал же участие в театре, я так их слышала. В Сочи? Да. А ты принял участие в Сочи? Я не знаю, может быть, солисты оперы принимали участие. А, солисты оперы, хоры, по-моему, да? Да, 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 там хор, скорее всего. А балета не было номеров, да? Нет, балета не было. Балет принял участие, я вам скажу, на первом всероссийском музыкальном фестивале в Москве в прошлом году, в октябре, ровно год тому назад. И с очень хорошей критикой мы оттуда приехали. Мы повезли одноактные балеты. И в Москва в театре САЦ мы выступали. Тысячи сто мест. Мы были удивлены, насколько у них работает вот эта команда распространителей. У них же за 15 минут только люди заходят, да? Да, да, да. Они открывают, людей нету. Мы выглядываем в шоке, я в зале сижу. За 15 минут тысячи сто мест заполнилось. Вот, а потом я посмотрел. А почему? Как они это делают? В интернете смотрю, реклама такая. Она у меня, кстати, она в интернете есть, я вытащил ее для себя. К нам приезжает Дагестанский театр оперы, балета и легендарный хореограф Муса Аздоев. Понимаете? Легендарный я или нет, их это мало волнует. Это на публику. Публика читает и думает, что действительно легендарный, если приезжать, нужно пойти посмотреть. Понимаете? Пиар какой делается, понимаете? И все. И так же они, у них распространители, у них свои точки, свои секреты. Они никому не рассказывают это. Никогда. Это техника работы. Техника работы, да. И плюс еще люди, они творческие, московские люди в Глубе России, те люди, они приходят в театры, я знаю, они любят искусство. Они любят, да. Они ходят во все театры. Я скажу, когда я в Пирме работал, на наши театры, вот удивительно, они толпами ходят. А наших приглашают, просим, и то не приходят. Ну, понимаете, на нас, наверное, большое воздействие все-таки в 90-е годы подействовало на Республике Северного Кавказа. Это слом общественного устройства, да. Мы привыкли. И тогда я помню и в Владикавказе, и в Грозном, и в Дагестане. Я, будучи солистом музыкального театра Владикавказа, я приезжал в 1883 году, по-моему, не помню. Вот сюда, в Дагестан, на гастроли. 1900, да? Да, да, да. Еще до развала Советского Союза. Я помню, мы на пляже загорали, и в Аварском театре выступали, Кармен Суиту, и так далее, и так далее. Вот этот период я помню. И помню, народ ходил же. Это все, это было, понимаете. И вдруг, в 90-е годы, слом, а потом пошли разные общественные течения, разные религиозные направления, не только в Дагестане, но и по всему Северному Кавказу. Да, секты всякие развелись. И люди потеряли уверенность в завтрашнем дне, потому что в Советском Союзе было даже за тунеядство. Сейчас молодым расскажешь, они удивляются. Приходили домой, стучали, почему не работаешь? Вот, правильно. И за это даже 15 суток давали. И даже фильмы есть советские, где... Тунеядство. Да, и подметали в Москве. Шикарные фильмы, комические фильмы. Вот, а это слом, а потом это бандитизм еще 90-х годов. Это и философия, что нужно индивидуалистом быть, что ты должен стать миллионером, что ты должен... И все это, и культура ушла. Все разломалось, все, культура уже. Есть, Махат Маганди сказал, я готов открыть форточку для проникновения чужеродной культуры. Да, но я против открытий дверей. Если я еще дверь открою, будет сквозняк, и все национальное достояние сметет. И народная культура. Понимаете? Поэтому это нужно было делать, форточку только приоткрыть, а потом постепенно менять все общественное устройство. А мы открыли со сквозняком, все выдали, хорошее, плохое. И вот, и все вот так. И начали пойти. Теперь потихоньку заново все сгибуляют, как будто начинают. Поэтому, понимаете, в первую очередь, что выметается, как людям кажется, культура, она не нужна. Потому что она деньги не приносит, и все. А приносит рынок, купи, продай магазин и так далее, и так далее. Ну, культура это не бизнес, но можно сделать бизнес-планы, проекты какие-то, но культура, она воспитывает, чем принести доходы. Это духовная работа. Вот по культуре нас и должны судить везде. Вот почему нас судят там, из-за того, что мы там стреляем в чужих городах, со своим уставом в чужой монастырь не ходить. А если бы эта культура, советская культура не вымелась бы, а она плавно переходила бы в новое общественное устройство, вот этого не было бы. Я помню, молодежь советская, когда в Москву ездила куда-то, она не показывала себя, вот я кавказец, все были равны. И там не было национальное, кто, я помню, в Тищеневу работал, меня тамадой сажали, о, этот кавказский тост, давай и так далее. А сейчас, поезжай, посадят тебя, нифига тебя не посадят, я извиняюсь за выражение такое. На тебя так странно будет. Да, странно еще, да. Еще с отвращением. Да, инородно так. А тогда все это воспитывалось, а воспитывалось и кино, и спектакли, и культура, все-все-все-все, это же все вместе должно. А не то, что сейчас там в Москве в некоторых театрах голыми по сцене бегают, это что, воспитание? Это же наоборот, отказ от всего. Вы замечаете, что интересно, когда я езжу в Москву, я каждый вечер стараюсь во всех театрах. И начинаю с самого Вахтанговского, с нашего учебного театра, и во все, с Станислава, все театры. Я не буду назвать тот спектакль, который я смотрел в Москве, который по стене бегают актеры голыми. Я думаю, да, вот как режиссер, мне интересно, как студент, как режиссер, когда учился. Я говорю, неужели это трактовка режиссера? Неужели он больше этого не нашел ход? Знаешь, Олег, я скажу, вот когда вот этими режиссеры занимаются, вот этим стилем ню, так скажем, это, я считаю, бедность режиссера, бездарность режиссера, и у него ничего нет, чтобы преподнести публике. И он поэтому вот устремляется в культуру ниже пояса, чтобы удивить. А ты, извините меня, уже весь... Это же грязь. Это на Западе это давно началось, а они уже уходят от этого, вполне возможно, и так далее. Зачем это нужно? Вы покажите вот эту культуру, которая в советское время была у Товстоногова, у других режиссеров, да, и так далее, и так далее. Да, у них же сколько режиссеров было, которые могли вот это нести в себе. А что, Свет Клином вдруг неожиданно великим режиссером стал этот Гоголь-центр оттуда, который... Серебренникова. Да. Что он такого сделал? Кто его знает? Если Товстоногова все знают, если того, то и знают. А этот вдруг публика захотела, вокруг него, который кормящая себе публика... Извините, я его спектакль смотрел, Серебренникова. На самом деле, он мимо автора ставит. Вот автор возьмите, мимо автора человек ставит. Потому что он говорит, я ставлю то, что хочу. Поймите, но смотреть невозможно. Ставь на свои деньги. И открой свой театр. Не на государственные же деньги. Ты же хочешь... Вы же из театра имени Гоголя сделали Гоголь-центр, да? Гоголь-центр. Да. И его еще иначе называют. Не буду я говорить, как его иначе называют. Да, да. Проповедник вот всего. То, что чужеродная наша культура страны великой. Великой культурной стране, а не просто великой стране, да. А где тогда культура России? Вот тогда, увы, мы говорим, великая русская культура. Но если вы запускаете его, если вы даете ход таким негодяям, то как нам быть? Если мы отсутствуем из Махачкала, из Дагестана, едем в Москву учиться, то мы же учимся у вас. Ваша культура. Посмотри, мы повезли однако балеты поэт и муза. Все на музыку Чайковского. Гамлет. И, нет, Балакирова, третий спектакль. Тамара. И я честно скажу, мы были удивлены, что в конце вот третьего спектакля нас стоя приветствовали. А у нас ничего этого нету, то, что проповедуют некоторые там режиссеры. У нас все так, как должно быть и по нашей ментальности, и по ментальности всего мира культурного, да. Потому что все должно быть, все от семьи идет, да. Конечно. Семья, да. Вот это не просто звучание должно быть, а традиции наши. Через семью идут. Это семья, школа там и так далее, и так далее, и так далее. Да, поэтому, не знаю, нас очень сильно приветствовали. И даже критика, которая там очень... Да, где не нужно было, а не тоже. Чтобы зацепить, чтобы сказать, вот после спектакля очень хорошо к нам отнеслась. Они сказали, мы были в шоке, пришли только из-за того, что как в Дагестане, что балет есть. Да, вот это их первая фраза была, когда они зашли, за столом мы сели, и вот это их потрясло, видимо. Они не ожидали, да, что у нас... Мы сами недовольны, как мы делаем, да, допустим, да. У нас ментальности есть. Вот на репетициях так, полногие, а вот на спектакль мы выложимся. Порой бывает, выкладываются, да, удивляюсь, да. А часто бывает же и не получается выложиться, а репетиции, это же... Ты должен настолько отдаваться, что удовольствие от репетиции получать, а не только от спектакля. Как Эпфилас написала, репетиция «Любовь моя» с каждой репетиции, с каждым ходом, с каждым выходом на сцену она шлифуется на самом деле. Конечно, и там же многие нюансы, и дыхалка, и физика, и все-все-все. И ты должен настолько владеть тем, что поставлено или режиссером, или хореографом, что не задумываясь над тем, что поставлено, на сцене быть в образе. Именно, да. А вот я не побоюсь сказать, вот, Аскандербек Тулпаров был на спектакле у нас однократных балетов, именно Чайковского, который мы повезли в Москву. И он потом приходит ко мне за кулисы и говорит, да послушай, Муса, они не только танцуют, а они еще играют. Боже. Вот это самая большая похвала была. Конечно. Это не механизмы, двигающие по сцене. Вот, вот, да. Они должны быть в образах, да. Живые люди, таланты. А чтобы это, это нужно скрупулезный труд, работать, да. А как можно всегда отдаваться, вот, опять мы приходим к зарплате. Соответственно, это должны быть зарплаты, чтобы человек в театре отдавался, не задумывался о второй, третьей работе, вот, и так далее, и так далее. Вот об этом нужно думать. Просто было бы хорошо, если наше руководство республики, а это зависит от руководства республики, не только от министерства. Иншала, они должны услышать, иншала услышать. Мы хотели бы, чтобы они услышали. Да, Муса Хасбутович, ваши пожелания нашим зрителям. Зрителям, у меня первое, что театр оперы и балеты есть, он живет. И надеемся, что он будет в дальнейшем существовать. Вот, ходите на наши спектакли. Только ваша энергетика, ваш посыл, который зрительного зала идет к нам, оно воспринимается действительно душою. И артисты, видя вот это, заряжаются и хотят не только на спектакли отдаваться, но и на репетиции. Это совместное позитивное мероприятие всегда бывает. Не бывает так, что коллектив хорошо выступил, а зритель без энергетики сидел. Это совместный посыл друг к другу. Если мы, режиссеры, хореографы, делаем хороший спектакль в позитивном плане, энергичном, она отдается зрителям. Зритель обратно эту волну нам возвращает, и получается единство, единение. Чтобы этого было, мы бы хотели, чтобы вы к нам ходили. На сегодняшний день это проще. В интернет вошли, открыли сайт театра, во-первых, балета, или любого другого театра. И можно сидя дома узнавать, какие спектакли идут. Есть, да, могут участвовать. Поэтому мы рады и работать, и ставить спектакли для вас. Для вас, зрители, для вас, Министерство культуры, и для вас, правительство, и администрация, и глава Республики Дагестан. С большим удовольствием. Спасибо вам огромное, что вы не отказали выпустить к нам. На самом деле было замечательно с вами побеседовать. Я замечаю и вижу, что труд, она с каждым годом, она когда шлифуется, она ярко, она блестит, она видна. Это тем более заслуга и вашей первой республики. Мы благодарны вам, что вы приехали к нам в Дагестан и работали с нашими людьми, с нашим театром. Вы отдадите частицы вашей души нашему культуре дагестанскому. Вам спасибо огромное. Дорогие друзья, у меня сегодня был в гостях заслуженный артист России, лауреат международных конкурсов, художественный руководитель балета Дагестанского государственного театра оперы и балета Муса Хазботович Аздоев. Спасибо огромное. До свидания. Вам также. До свидания. Муса Хазботович Аздоев Муса Хазботович Аздоев Муса Хазботович Аздоев